Привет! Я рад, что ты зашел и решил посмотреть это видео. Обязательно посмотри его до конца, подпишись, поставь лайк и напиши комментарий, ведь это помогает поднять видео в поиске, привлечь новых людей, которым интересна данная тематика и развить канал. Тема сегодняшнего видео – наложение градиента на текст. Это нужно для оформления текста и создания яркого дизайна. Обычно такой эффект, то есть радужный текст, используется на видео, например, сверху видео пишется название и накладывается на него эффект радужного текста. Это является шаблоном и делается за один клик. Но я покажу, как в иллюстраторе сделать то же самое. Открываю градиент, у меня он находится здесь на панели, либо захожу в окно, градиент, либо control F9 и делаю радужный градиент. То есть на тот градиент, который у меня сейчас стоит по умолчанию, я добавляю новые точки и меняю цвета. Поменяю цветовой режим на RGB и меняю цвет. Крайние цвета у меня будут красные, а между ними уже здесь будет оранжевый. Когда меняешь цвет на градиенте, нажимаешь на точку, появляется окно. Можно менять цвет здесь. Вот так. А можно поменять в том окне, который у меня открыто с цветом. То есть нажал, поменял. Синий и розовый. Примерно располагаем точки на одинаковом расстоянии друг от друга. В принципе это не столь важно. И теперь пишу текст, на который буду накладывать градиент. Вот так. У меня есть текст, и я хочу наложить на него градиент. Нажимаю, ничего не происходит, потому что текст не разобран. Разбираю. И опять нажимаю на градиент. И вижу, что у меня получилось. Градиент лег на каждую букву отдельно. Не тот результат, который нужен. Я хотел, чтобы он лег полностью по всем буквам прошел. Как это сделать? Захожу в объекты. В составной контур. Создать. Либо Ctrl 8. Нажимаю. Готово. Градиент лег так, как надо, но в слоях, если посмотреть, мое слово стало просто составным контуром. Теперь это один объект. Каких-то манипуляций теперь с буквами я сделать не смогу, но зато я добился результата, такой, который мне нужен. Допустим, я сделал составной контур, наложил на него градиент и решил вернуть все обратно. Захожу в объект, в составной контур, отменить. Alt, Shift, Ctrl 8. Нажимаю. И что я вижу? Те буквы, которые были с отверстиями внутри, то есть D, O и мягкий знак, у них появились вот такие вот заливки. Сейчас я найду эту букву. Вот буква O. Нажимаю. Удаляю. И у меня получается сплошной круг. То есть лучше в такой ситуации, если что-то не устроило, не возвращаться обратно через составной контур отменить, а именно нажать Ctrl Z. Все. Я вернулся, все вернулось на место. С одним или несколькими словами понятно, когда они находятся в строчку, а допустим у меня есть большой текст и он многострочный. Давайте я его напишу. Выровняю текст. Вот. У меня здесь три строчки. Объект. Разобрать. И накладываю на него градиент. То есть я еще не делал составной контур. То же самое. Градиент проходится по всем буквам. Не важно, текст находится в одной строчке или в нескольких. Такой результат он выдает, когда он горизонтальный. То есть стоит у меня 0 градусов. Делаю его вертикальным. И вижу то, что результат в принципе нормальный, без составного контура. Если было бы у меня одно слово, было бы в принципе все хорошо. Но так как у меня три строчки, градиент опять прошелся по верхней строчке, средней и нижней. Опять не то, что мне нужно. Возвращаемся к составному контуру. Создать. Вот так. Тот результат, который я и хотел. Но я вижу то, что у меня желтый цвет пропал. И синий. Почему? Потому что это один большой объект, через который проходит градиент. И на самом деле здесь, в этом месте между буквами, находится желтый цвет. И здесь тоже между этими буквами находится синий. Как бы он эти букв не видит, он просто накладывается сверху. И для того, чтобы сделать, чтобы был здесь желтый цвет, а здесь синий. Мы просто в градиенте, в самом поправим точки. Немножко их сместим. Тот результат, который я хотел добиться. И соответственно, что можно с ними дальше делать. Это менять угол самого градиента. Добиваясь того результата, который необходим. Но обычно это либо вертикальный, либо горизонтальный. Ну вот и все. Надеюсь видео тебе понравилось. Обязательно подписывайся. Пиши комментарии. Ставь лайки. Смотри предыдущее видео. И до новых встреч. Пока. До новых встреч.